Всем привет, мои дорогие зрители! Вы на канале Славик65 и с вами я, Клима Вячеслав. Мы продолжаем нашу велосипедную тему и сегодня я хочу вам рассказать о очередном своем улучшении или апгрейте моего велоприцепа Фиджа. У меня уже вышло одно видео, вы наверное уже его видели, где я рассказывал про улучшения, которые я сделал, но прошло какое-то количество времени и мне этого показалось мало. Появились вещи, которые нужно купировать, недостатки, которые я бы хотел еще сделать и я хочу вам о них рассказать, потому что они важны. Поехали! Прежде чем ехать, да, как говорят образно, вы наверное видите, что у меня на голове сейчас есть новый подшлемничек. Это подшлемничек Unride. У меня сегодня первый его тест, это я так немножко забегаю вперед, подшлемничек этот от магазина Pro Bike, с которым сейчас я достаточно тесто сотрудничаю и когда я вам про него расскажу, вы тоже его можете купить с 10% скидочкой в этом магазине. Пока-пока все хорошо и очень доволен, он реально очень удобно и стоит он очень недорого. Но это лирическое отступление и давайте мы с вами вместе вернемся к прицепу. Что мне не понравилось еще в моем велоприцепе? Вы можете видеть вот эту подножку, которая сейчас вот стоит. Подножка эта оказалась очень удобная и я очень долго думал, как ее сделать. И вот хочу сейчас вашему вниманию предоставить вот эту подножку, рассказать про нее. Я сейчас немножко велосипед приподнял. Сейчас покажу. Рельеф неровный и велосипед стоит на задней подножке на камне. Но на самом деле, на самом деле, эти подножки выровнены по уровню. Я это сделал специально, чтобы можно было ее снять, откинуть. И вы могли посмотреть, как она открывается и закрывается. Давайте посмотрим. Вот так она выглядит в раскрытом положении, эта подножка. И когда ее надо закрыть, она закрывается как ногой, так и рукой достаточно легко. Эта подножка самая дешевая, стоит она 150 гривен в веломагазине. Называется она Longus. И как я это сделал? Вот сейчас вы можете видеть вот эту часть, я рукой показываю. Это металлический квадрат, полый. Он приварен. Приварен он сваркой, полуавтоматом. Сделан вот такой кронштейн. И получается, что вот на этом кронштейне, который ни за что не цепляет, сделан он очень удобно. И вот на этом кронштейне сделана подножка. Причем хочу заметить, видите, вот этот зазор примерно в два пальца, который между нижним основанием идет прицепа и ножка-подножки. Он сделал специально, чтобы можно было ногой стоя зацепиться и открыть вот эту подножку. Сейчас я убрал камень. И вы можете видеть, как велосипед стоит на двух подножках сразу. Достаточно устойчиво. Вот сейчас я попытаюсь велосипед покачать. Видите? То есть, друзья, вот эта подножка, она из разряда тоже мал, золотник, но дорог. И ее важность сложно переоценить. Вот вспомните-ка, если вы как бы ездили в дальняке, груженый, сколько раз была ситуация, когда вам надо поставить велосипед, а это сделать очень сложно с прицепом. Одна подножка однозначно не выдерживает. Я, когда ездил давно в свой дальняк Киев-Крым, я тогда схитрил, я купил обычный рыбацкий, он у меня до сих пор есть, рыбацкий выдвигающийся упор, и подпирал раму велосипеда. Это работает, работает, не спорю. Но при этом велосипед начинает ехать влево-вправо. И мне пришлось сделать специальную такую ленточку, чтобы этой ленточкой зажимать тормоз левый на липучке, закручивать и зажимать, чтобы велосипед не ехал. Это все дополнительное, ну как сказать, телодвижение, которое хотелось избежать. Поэтому я решил, что сделать вот такой апгрейд к этому прицепу просто необходимо. Он не двухколесный, он одноколесный. Соответственно, не всегда есть к чему велосипед прислонить. А класть его с прицепом, ну это вообще нереально. Это очень важно. Какой еще момент я хочу заметить? Это абсолютно ремонтопригодная, недорогая конструкция, которая меняется буквально на раз-два. Подножка стоит это 150 гривен. Она имеет регулировку по высоте. У нее широкая лапка в этой подножке. И даже если она поломается, 150 гривен на ноябрь 2021 года, это не такие абсолютно деньги, ради которых можно вообще что-то говорить. Это образно. Там три бутылки йогурта сейчас. Поэтому, если даже где-то как-то она у меня сломается, то в любом велосипедном магазине я покупаю аналогичную, дешевую, ставлю и еду. Но от себя должен сказать, что я уже пробовал нагруженный прицеп, что нагруженная подножка и велосипед тоже держит это все дело нормально. Конечно, ребята и девчата, я хочу сказать, что ко всему нужно подходить ну как, не то что со здравым смыслом. То есть понятно, что для двух этих подножек надо ровное место, что в грязи они работать не будут. Давайте мы сразу договоримся, что мы эти все моменты с вами понимаем и учитываем, что более-менее ровная местность, без наклонов, без всяких. Да, тогда они будут работать. И это делается именно для таких условий. Но в 99% случаев, как правило, я лично еду именно в таких условиях. То есть я с этим прицепом не собираюсь ездить там, покорять Карпатские какие-то горы, тропинки. Я вообще этого не люблю особо как бы делать. Пробовал, но мне это не нравится. Я люблю такой асфальт, но асфальт не, как сказать, не шоссе, а вот какой-то второстепенный. Люблю хорошие укаты на грунтовые дорожки, тропинки. Ну вот примерно вот как эта тропинка, это вот идеальное место, где мне очень приятно ехать, и где прицеп себя ведет прекрасно, и где он стоит тоже хорошо. Вот такие. Вот именно для этих условий эта подножка делалась. Я очень ей пока доволен. И если у вас есть такой прицеп, то сразу вам хочу сказать, что тоже думайте об этом. А теперь давайте поговорим еще об одном важном улучшении из разряда малых золотних додорок. Это я сделал специальные крючки крепления для резинки, которая обтягивает сверху. Вы в прошлых моих выпусках про мой прицеп знаете, что я сверху сам сшил тент из непромокаемой ткани. И, собственно говоря, зачем этот тент нужен? Я в прошлом видео кратко останавливался, но если вы его не смотрели, для вашего удобства я в описании сделаю ссылочки на все видео, которые касаются этого прицепа, чтобы вы не искали, и вы можете их посмотреть. Их там немного. Так вот, прицеп, сумка прицепа сделана заподлицо. Вот так закрывается. Но в реале, в реале никогда не получается так, чтобы не было вот такой в прицепе горки. Что-то выпирает, что-то вот так торчит. Ну, короче говоря, не получается везти заподлицо. Никак. Соответственно, кроме того, вот этот вот красный тент, он выполняет еще две функции. Он яркий и виден на дороге раз, и он непромокаемый, это два. Но, но, теперь давайте подумаем. Я вот накрыл тентом этот прицеп. Давайте это сделаем. Вот, допустим, допустим, тут выпирает горка. Давайте представим, что есть какая-то горка, и вы начинаете ехать. Как прижать те вещи, которые находятся внутри прицепа? Одновременно не сильно, чтобы они не поломались, но в то же время они держались. Нужна резинка. Согласен. Едем в магазин тканей. У нас он находится в Киеве, огромный магазин недалеко от метро Светошина. Я там всегда пасусь, когда мне что-то надо. И покупаем за копейки относительно, по-моему, гривен 20-25 метр, на ноябрь 2021 года, вот такую толстую резинку. Там их видов 7 или 8, много. Тоненькие, толстые. Я взял такую толстую, хорошую. И теперь, внимание. Как удобно эту резинку обмотать вокруг вот этого тента так, чтобы это было А, одновременно быстро, Б, удобно, и В, это в случае необходимости легко снималось. И вы знаете, на самом деле, это оказался не такой простой вопрос, как оказалось. Дьявол в мелочах, правда? Сначала, сначала я пропускал эту резинку сплошняком. Ну, просто перетягивал. Тут есть за что зацепиться. Но, получалось, что эта резинка у меня на постоянке находится сверху. И когда мне надо что-то достать, мне ее надо либо вот так отодвигать, либо приподнимать, начинаются проблемы. Я начал думать, что же сделать так, чтобы это было быстро. И вот, мне пришло в голову, что это должны быть крючки по типу таких, как на туристических ботинках. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. И все. Чтоб я быстро за них зацепился и сделал. И вот такие крючки я приварил. Давайте на них посмотрим. Вот, пожалуйста, вот этот крючок. Второй, третий и четвертый. То есть, у меня с каждой стороны находится по четыре крючка, на которых я могу зацепить резинки. И сейчас мы посмотрим, как это делается. Почему именно сверху я сделал вот здесь, а не вот здесь? Уже здесь было бы логичный. А все интересно. Если мы посмотрим с этой стороны, вот так, мы увидим, что прицеп имеет скошенную форму. То есть, он не прямой, а он идет немножко вот так вниз. И поэтому, если я сделаю резинки вот здесь, крючки, то они не выступают за габарит прицепа. А габарит прицепа это верхняя его часть. Если я бы сделал здесь, то вот тут у меня получился бы узел, за которое бы, возможно, могло бы что-то цепляться. Ну, а теперь давайте сымитируем вами приблизительно, смоделируем практическую сторону вопроса. Вот, я что-то загрузил. Здесь какой-то горбик. Мне нужно резинкой это дело все стянуть, чтобы оно у меня не улетело. Что я делаю? Я цепляю эту часть резинки, например, за нижнюю часть и спокойно перетягиваю через прицеп. Цепляю за резинку с той стороны, сюда в очередную, сюда и могу даже сделать это еще раз. Ну, например, пустить по диагонали. После чего на вот такой вот крючок или петелечку с натяжением я цепляю резинку сюда. И смотрите, какая прелесть получается. То есть у меня получается полностью обтянута резинкой. Ну, сейчас это сделано понятно приблизительно с запасом весь прицеп и это все держится надежно, нормально и без всяких проблем. И точно так же это все дело очень легко снимается в любой момент буквально одним движением руки. Супер! Ничего не мешает, ничего не трет, ничего не дергается, все надежно закреплено. Опять, дьявол в мелочах. Казалось бы, вот такая мелочь, как закрепление груза на прицепе. Однако, представьте себе, когда вы едете, у вас что-то дребезжит, в прицепе болтается, какой-то порыв, какая-то вещь выскакивает из прицепа, попадает под машину, ломается. Из-за копеечной вещи можно потерять хороший какой-то дорогой товар и так, как правило, по закону Мерфи и бывает. Поэтому я предпочел немножко заморочиться, немножко потратить времени полдня, договориться со сварщиком, у меня полуавтомата нет в гаражах, сделать то, что я сделал и теперь я абсолютно спокоен за вещи, которые у меня возможно будут вести в прицепе с горбиком и у меня все защищено. Давайте поговорим еще про следующее улучшение. Следующее улучшение, которое я сделал, это место под инструмент и место под запасную камеру именно для прицепа. Вот вы можете видеть это самая недорогая анрайдовская сумочка, в которой сейчас находится запасная камера. Вот сейчас я открываю запасная камера, вон она там вы можете видеть, доставать ее не будем, пока только камера, а попозже я туда еще положу вот, например, вот такие гаечки, одну-две штуки, закрываем и тут еще будут отдельные бортировочки, небольшие именно для прицепа, может что-то еще. Почему тоже, ребята и девчата, я решил это сделать? Казалось бы, у меня сзади велосипеда есть чуть побольше сумка, в которой там у меня мультитул нормальный, у меня там бортировки, у меня там с запасом идут латки, запасная камера для велосипеда, ну, понимаете, есть такая вещь, как организация рабочего пространства, да, то есть представьте себе, если вы там образно работаете за компьютером, у вас на столе чисто, справа мышка там или слева, если вы левша, все раз по своих местах вы работаете быстро, хорошо, уютно, чик-чик, ничто не мешает, а теперь представьте захламленный стол, ну и так руку на сердце, у кого у вас, ребята, стол чистый, у кого захламленный, каюсь, у меня стол иногда захламленный, но я теперь взял за привычку раз в неделю сделать генеральную уборку стола, вытер пыль, убрал все лишнее и опять нормально работаю, так и тут, организация пространства в движении, это очень важно, вообще все эти улучшения, они имеют одну цель, они имеют цель, у меня, по крайней мере, это как можно меньше времени тратить на какие-то ненужные вещи, это время я могу потратить на движение и на съемку, то есть, вещи, которые от этого отвлекают, должны максимально купироваться и максимально изничтожаться, так сказать, в хорошем смысле этого слова, соответственно, есть прицеп, вот у меня в прицепе есть сумочка, она не мешает вообще, никому, ничему, не тяжело, и в этой сумочке у меня лежат все, что касается именно прицепа, камера 20-ти дюймовая отдельно, то есть, я знаю, что она у меня там лежит, гаечки все прицепные, все там, все, я велосипед не лезу, не мешаю одну с другим, мухи отдельно, котлеты отдельно, ну что, друзья, не будем растекаться мыслями по древу, это все, я так думаю, пока вот на вскидку, у меня нет такого, чтобы меня было, знаете, свербело и хотелось в этом прицепе сделать, я уже все сделал вроде как, теперь идет практический, практический момент использования, но предварительно меня все устраивает, все нравится, и я надеюсь, что это видео было вам полезно, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал, если вы не подписаны, не забывайте делиться им в ваших соцсетях, ставьте лайки, если вам понравилось, а на этом я с вами прощаюсь и готовлюсь к путешествию, к которому я собираюсь весной, пока, через всю Украину, если я не придумаю что-то еще интересное, наверное, это будет захватывающе, я так думаю, пока-пока, до новых встреч!